Всем, кто пользуется или собирается пользоваться услугами Сбербанка, рассказываю, как мои денежки целый год пролежали в этом банке под 0%. А дело было так. Оператор Сбербанка посмотрел на мой счет, куда моя пенсия приходит. Или то, что называется пенсией. Давайте разделим. Вот эту часть отдельно положим на 5 месяцев под 6,5%. У вас тут 3,5%. А будет 6,5-5 месяцев. А потом что будет, спрашиваю. Захотите, заберете, захотите, оставите. Мы вам все пролонгируем, сделаем. Поскольку я с того самого очередного исторического дня, когда мои накопленные трудом, как и у всех советских людей, денежки, очередная, извините за выражение, власть. Расстреливайте меня за оскорбление очередной власти. Все мои денежки испарило. А все последующие, еще раз извините за выражение власти, стреляйте второй раз. Ни копеечки мне не вернули. А впечатление было настолько ослепительно яркое, что уже в какие-то сбережения со всеми этими, еще раз извините за выражение, властью стреляйте третий раз. За оскорбление власть. Черт, дернул. Рискнул. Ну, разные ко мне смс-ки приходят. Что примечательно, откуда бы смс-ка не пришла. Посмотрел все. Но не Сбербанк. Дзынь! Положи сто рублей, бонус пойдешь в магазин. Не надо. Тут же дзынь. Положи сто рублей, пойдешь. Не надо. Третий раз. Пока три раза не нажмешь, не отвяжется. А тут скоро заканчивается ваш договор. Лови удачу семь процентов. Ну, иду за пенсии. Спрашиваю, вот тут смс-ка. Лови удачу. Лови удачу. Кончилось. Как кончилось? Написано 31-й, сегодня 25-й. Значит, а во! Четыре с половиной процента мы вам сейчас вот так сделаем. Вот так вот будет. И тут вдруг я узнаю, что мои денежки пролежали в этом банке целый год под ноль процентов. Пять месяцев по шесть с половиной, а дальше ноль. Господин Греф, наверное, вы наивный мальчик из детского садика. Вы не знаете, что такое упущенная выгода. Инфляция. А если вы знаете, объясните мне выдающееся финансовое светило, мотивацию вашего предполагаемого клиента, если он вами не введен в заблуждение, если вы его не обманываете, какая мотивация у него положить в ваш банк деньги под ноль процентов, то есть причинить самому себе ущерб. Ваша мотивация понятна. А ему-то это зачем? А это значит, что вы лично вы, господин Греф, сознательно, системно создали для этого вами предполагаемого ничем перед вашим банком не провинившегося клиента ситуацию, когда он, попадая в эту ситуацию, независимо от причин попадания, причиняет себе ущерб в вашу пользу. Причины могут быть разные. Некомпетентность. Болен человек временная. Недееспособность. Я подписывал это счастье без очков. Если для вас, господин Греф, все эти причины являются поводом, способом обокрасть вашего клиента в свою, в вашу пользу, значит, вы мошенник. Если вы порядочный банкир, порядочный партнер, значит, вы создаете такую систему взаимодействия, максимально комфортную, максимально взаимовыгодную. И для вас в получении дивидендов, что само собой естественно, и для вашего партнера, а иначе за каким вы ему тогда нужны? Инструментов такой комфортной, взаимовыгодной системы много. Каких и сколько применить? Это ваша профессиональная квалификация. Это ваш профессиональный авторитет. Самый простой. Заканчивается договорной срок. Робот переводит на 3,5%. Если бы я через 5 месяцев пришел бы, забираю деньги, вы бы меня схватили за руки, сказали бы, оставьте бы, дадим вам 3,5%. Вряд ли вы предложили бы мне ноль. Любые, господин Греф, ваши и таких, как вы, словесные, бумажные узоры, типа, надо было смотреть, что вы подписываете, там строчкам, мелким почерком. Все это, господа, от луга ва ва. Был бы многосложный из многих составляющих договор, который, конечно, обслуживает живущие в шокарных особняках адвокаты. Но в моем-то случае, господин Греф, все настолько элементарно, да что мне крепостному рабу в своей стране не то, чтобы дать в рожу, слово сказать не имею права. Посадите! Пускай, господин Греф, моя пенсия принесет вам счастье. Парж, на мой взгляд.